Ваше высокопреподобие, уважаемые господи, уважаемые сын, уважаемые коллеги и участники съезда. Ваше высокопреподобие, уважаемые коллеги и участники съезда. Ваше высокопреподобие, уважаемые коллеги и участники съезда, уважаемые коллеги и участники съезда. Ваше высокопреподобие, 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 уважаемые коллеги и участник, уважаемые коллеги и участники съезда, уважаемые коллеги и участники союза. Восстанавливали хозяйство, обеспечивали свои прежде заброшенные, несчастные семьи, сокращались хулигарства, преступность, в ряде мест исчезали пьяные, дучи и появлялись кедры, вплоть до трезвых спальников. Укреплялись церковные приходы общины и улучшалась здравоохранительность. И в 20 веке, его начале, на Урале наблюдается активное развитие отрезвительного движения, которое способствовало возвращению людей к трезвой жизни, укреплению семей, общины, прихорской и общества на местном доме. Следующий спальник, пожалуйста. С начала Первой мировой войны трезвическое движение ослабло Урале, как и в России в целом, а позднее, в чрезвычайных условиях революции 1912 года, надолго прекратило существование. Справедливости ради стоит отметить, что трезвическое движение на Урале развивалось, не осуществляя свою деятельность и в советский период времени. Однако основой таких движений стала не региозная, а идеологическая составляющая советского строя. Несмотря на проводимую советскую властью антиопокольную кампанию, которая приносила свои плоды, «Нельзя не вспомнить слова святого Феофана Заборника, который писал. Трезвение есть дар благодати, и что без помощи Божией его достигнут невозможность. В деле трезвения человеку надежит смиренно просить помощь у Господа. Отсутствие духовной составляющей трезвического движения в советский период времени привело, в том числе к тому, что проблема угольной зависимости населения, в частности Урал, остается актуальной в нашей дни». Следующий слайд, пожалуйста. Как отмечается на обращение святейший Патриарх Терриб, обращаясь к пасхам и верующим по случаю неотрезвости до обращения 2019 года, Церковь призывает каждого христианина объявлять пример воздержания и уверенности. Отрадно отметить, что за последние годы все больше людей отказываются от вредных привычек и пагубных страстей, избирая трезвенную жизнь, и число эпохиарных и грекорских организаций, помогающих неудовывающим преодолевать алкогольную и независимость и научительную величность. Однако данная проблема остается и к вами. Можно сказать, что вы счастливы, пожалуйста. Челябинская партия находится на сегодняшний день в числе тех и панк, где трезвенские движения, общая деятельность такова и называется. В настоящее время в Челябинской партии правящие пирене, которые Челябинской мятской вести, уделяют большое внимание вопросам развития данной сферы. С этой целью на прихода проводятся психологические беседы, тематические мероприятия, практикуются принятия метод трезвости, формируются группы трезвости и трезвенческие движения. Оказывается, профессиональная психологическая помощь созависимым людям, осуществляется взаимодействие с государственными структурами и медицинскими организациями. Работая в данном направлении, мы не перестаем обращаться к опыту наших предшественников, которые стояли на истоках развития трезвенческого движения на Урале. В следующий статье, что осталось, чтобы сократить время, я остановлюсь лишь на, в мой взгляд, на важных моментах. Вот здесь указаны веки, которые на примере Челябинской епархии удалось провести в ближайшее время. В 2021 году состоялся первый епархиальный фонд по оказанию записи в Челябинской епархии, где вы, я с Алексеем выступали, и Андрей Игоревич, хочу вас поблагодарить, потому что духовенство и миряне, прихожане наше, они крайне заинтересованы в этой деятельности. Это дает новый толчок к развитию. При Центре Церковных Специалистов, подготовке Церковных Специалистов Челябинской епархии в 2022 году реализована факультетивная программа «Церковная специальная помощь алкогенархозависимых». Это дает в дальнейшем нам на подготовку карта, некий фундамент. В школе ведущих семейных клубов трезвости в период 20-21 года обучался один представитель Челябинской епархии, а в 2021-2022 году заканчивая обучение еще один представитель в Челябинской епархии. Следующий стайд, пожалуйста. В целом, на сегодняшний день, по состоянию на 2022 год, у нас представлено 7 структур церковной помощи алкозависимых и близких, 4 структуры церковной помощи алкозависимых и близких, действует при общественном трезвости, работая в армии ситуационных кабинетов. Координационный центр осуществляет свое взаимодействие на постоянной основе с профильными государственными учреждениями, с тремя и одним благотворительным фондом. Далее, пожалуйста. О семейном клубе трезвости, о его роли в целом, я хотел бы отметить такие слова, привести такую цитату из методологии. В семейном клубе трезвости человеку и его близким людям открывается путь веры и воскрепление в православие, как мощное духовное опоро, ресурс для оздоровления в широком смысле и совладание с зависимостью в частности. И следующий цитат. Куб является одним из древнейших стабильных и ушкальных социальных институтов. Реализуя важнейшую искусственную функцию культуры, коммуникативную, ухваливаясь и модифицируясь на протяжении истории, сохранив и момент на присущие ему свойства, делающие его неприходящими притягательными средствами из межличностного общения, не имеющего рау в себе по эффективности решения локальных социально-культурных задач, ставящихся интегрирующимися в двух людьми. Следующий цитат, пожалуйста. Национальные цели развития Российской Федерации на период до 2030 года. Осуществляемая семейными клубами трезвости и деятельность, отвечая национальным потребностям и ценам развития Российской Федерации, декларированными президентом, на славе представлено три из федерации, по сохранению населения, здоровья и благополучия людей, возможности для самореализации и развития талантов, комфортной и безопасной средой жизни. Основные направления и цели общественного движения в поддержку семейных клубов трезвостей, зафиксированные в уставе, также опираются на базовые общечеловеческие ценности, поддерживающие людей и необходимости поддержания физического, психического и духовного здоровья населения в том формировании благоприятных святых. Что я еще хотел сказать в этом с вами о том, что наше общество это видно и очевидно переживает сегодня кризис семьи. И на мой взгляд, и по моему убеждению, семейные клубы трезвости, находясь в этой ходе, безусловно, он несет духовную составляющую. Но вот те семьи, которые, дай Бог, у нас в форме времени появятся, они могут реализовывать ряд социальных проектов, которые мы выставили на данном слайде. Работать не только внутренне, но и внешне. Следующий слайд, пожалуйста. Трезвенческие движения на Уране на примере Челябинской партии и перспективы развития. Исследование опыта трезвенческого движения на Уране в дореволюционный период времени, а также активно развивающиеся в настоящее время семейные клубы трезвости, приводят к мысли о необходимости формирования и активного развития аналогичных клубов трезвости на Уране, в том числе и в Челябинской партии. Накопленный в настоящее время церковный опыт работы с лицами, страдающими алкогольной зависимостью, отлаженный механизм взаимодействия с государственными органами, общественными и медицинскими организациями. Имеющийся человеческий ресурс могут стать хорошей основой для развития подобных сообществ на приходах Челябинской партии. И я хочу отметить в конце своего доклада, что при святом Семенове и Соболеве уже благословим в 21-м годовке семейного клуба трезвости. Всего определенных обстоятельств уже немного затянулось, но сейчас уже у нас есть некий фундамент, несколько семей подключилось. Богу будет угодно, я думаю, что в ближайшее время еще мы привлечем церковь из нашей областной антологии и даст Бог в ближайшее время клуб хорош заработает уже полноценно. Благодарю за внимание. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ